всем привет и сегодня нас не философии сразу скажу я извинюсь за свой внешний вид но холодно это видео я сделал в дополнение к предыдущим на моем канале сравнение аналога или же транзисторных примочек с процессором во-первых правильный ответ это один цифра это файл звук аудио под номером один дальше был действительно маршал говно в принципе кто хотел все справились заданием кое-кто перепутал как бы я вроде не старался я все-таки не смог донести основной посыл этого видео до зрителей судя по комментариям это еще раз скажу не был максимум процессора это не был максимум этих педалек я играл на усилители где уровень громкости от 100 процентов составлял где-то 1212 даже не 5 даже не 10 и ручку еле тронул потому что я не могу дома показать нормальный мощный звук и записать в конце этого видео был небольшой тест это аудио первое записаны на процессоре дегита черпе 155 и 2 записаны на маршал говнор я уверен что если не задуматься несколько секунд то пришлось хотя бы внимательно слушать чтобы отличить первое от второго это при том что я еще раз повторюсь я не выжимал максимум с процессора я только взял один эффект эмуляции педали и накрутил на нем я мог использовать эмуляции кабинета убавить гейна соответственно песка бы убавил значительно с педали и заменить это все эмуляции усилителя это бы дало больше гейна но при этом другой бы звук был я мог подрезать что-то эквалайзером безусловно встроенным на процессоре но не было задачи и так было в принципе похоже задача была в том чтобы показать краски примеры которые научат вас отличать для себя как звучит процессор и как звучит педали и в чем эти принципиальные отличия я сказал что впоследствии чем выше ценовая категория процессора и чем лучше работа у вас руки и голова тем тем меньше это различие но видео было для начинающих ребят которые думают что им купить процессор или педаль для игры дома вот вот об этом было видео и что же выиграет в этом диапазоне с этими руками и какой звук им больше понравится далее написали как обычно что педали надо втыкать в лампу ну понятное дело и я честно недолюбливаю таких супер примерных в музыке которые говорят что обязательно надо покупать американскую гитару как минимум японскую обязательно надо играть только в лампу на ламповом камбаре на большом мощности разогретом обязательно надо играть под метроном всегда потому что все профессионалы делают так но не люблю я не всех из них а только тех у которых на самом деле дома стоит дешевая китайская палка или еще хуже акустика те кто в жизни не играли ни одного нормального концерта на площадке хотя бы ну тысячи человек и те кто если им включить скажем какой-нибудь концерт ну тех же слепкнот и сказать спросить скажи а играют они под метроном или так то скажу да конечно они играют под метроном но я-то слышу что темп плавает а если приглядеться то они даже перемениваются и дают друг другу сигналы что потише или повыше лично я ребят играл в рязани в четыре не в пяти заведениях в коломне в одном заведении в калуге в двух в курске в пензе в липецке в воронеже в двух клубах во владимире в двух клубах в нижнем новгороде в москве клубах в 7 наверное в брянске в липецке и в принципе я наверное даже ну все не вспомню сейчас я сейчас не хвастаюсь тем что я много где побывал чтобы ездить по городам с и выступать не надо быть крутым музыкантом и сейчас к тому что из всех из всех площадок на которых не доводилось сыграть лампа усилители стояла лишь два раза до два раза это был ли писк когда мы играли с мультипас сняли огромный большой театр и куча дорогого аппарата и 2 это во владимире когда мы играли 7 тонн баксов так вот это был самый голем и звук вообще который когда-либо у меня был причем не только я это подмечал а все кто играли в этот день и хочу заметить что до этого мы играли в этом же клубе во владимире но на транзисторных камбарях с 4 и звук был значительно лучше что стоит отметить оба концерта что в липецке что во владимире 7 тонн баксов ушли в минус в липецке я не помню точно может быть 70 80 тысяч я без понятия честно уже не помню владимире точно это 70 по моему 7 тонн баксов стали должны организаторы и 25 30 еще за аппарат и я не думаю что если вы играете металлики тяжелый стиль особенно вам доведется играть на реально стоящих площадках больших с хорошими звука чами и с ламповыми усилителями исправили расставлен микрофонами снятым все потому что организаторы всех этих концертов это как правило неудавшиеся музыканты то есть понимаете у нас стране 99 процентов музыкантов это неудавшиеся музыканты так вот из них еще есть настолько неудавшиеся что они уходят в другую какую-либо сферу деятельности и одна из этих сфер деятельности это организация концертов и судя по прибыли я не думаю что кто-то из них больше одного раза делает подобные концерты с подобным аппаратом при своих налогах и напоследок я еще скажу что я все-таки недолюбливаю конечно процессоры именно перегруз на процессоре мне написали потому что надо было сравнивать с line 6 с нова какой-то там sound нового не помню вот их и ехать плац я не знаю а на line 6 я играл аж на и на поди и на карманным таком еще на двух вариантов у таких черных больших дорогих максимальных комплектацию знакомых на боссе играл на полно процессоров разного уровня абсолютно играл также на зумах коргах digitech вот не впервые так вот мне не понравилось ничего и опять же в силу наверное эстетики потому что включи я любую группу а я фанат с просмотр концертов в hd качестве кого бы я не смотрел будь то лим бискит гуан и apes сам фото ту офф спринг brick me the horizon или же те же самые парамор что были в как раз в этом видео ни у кого из них я чё-то не вижу line 6 и вообще процессоров не вижу все предпочитают педали и конкретно по поводу вот процессоров line 6 их всех валят лично я не знаю ни одного музыканта уровня которого я бы уважал и восхищался который играет на этих процессорах да они дорогие да они хорошие в качестве эффектов они явно не уступят digitech у однако и преимущество будет меньше чем вот те два пример что я показал и драйв настоящий или нет то есть будет еще меньше разницы и я не против там пресс можно рулить тяжелый металл какой-то плоский да без проблем плоский в плане звука я имею ввиду high gain и активные датчики ну так я вот называю простите меня и кстати не подумайте что я какой-то там опять анти металлофан нет я ходил не один раз отнюдь не один как минимум по три раза на такие команды как аматори стигмата ford dimension реанима суматра саввизма те бывшие да потом хаос сердец чалсов херц кто там еще то ford dimension автосканы челленджер вот вот эти ребята еще классный в принципе на все группы которые имеют хоть какое-либо значение в русском металле и формировали его так вот тоже ни у кого из них я не видел процессоров line six возможно от того что время было другое но сейчас я не думаю что многие из них перешли и многие даже играют на примочках босс вполне себе и хороший саунд мутит при этом адаптив metal очень классная примочка по моему или адаптив distortion до а.д. красненькая такая вещь тоже играл на не одно время очень классный перегруз очень такой миксовый так вот я хочу сказать что эта привычка хвалить процессоры том числе и line six она какая-то надуманная немножко именно среди наших музыкантов довольно таки среднего уровня но мне кстати не очень нравится допустим последние лайвы металлики sound как они перешли на цифру все-таки стал какой-то плосковатый и пускай может быть даже лучше более читабельным но менее менее металловым я не знаю менее экспрессионным вот так вот что в итоге я вам хочу сказать не утопайте в этих грезах о ламповых усилителях настоящих американских гибсонах custom shop супер больших площадках ну у большинства ну 95 процентов по крайней мере моих зрителей я уверен этого не будет хорошо если не поездят вот по тем говнокубом что я повидал и мне на самом деле вот так вот они уже все сидят я ни в коем случае не пытаюсь показать вам что-то в идеале потому что я знаю это нереально с моим бюджетом на данном этапе я всего лишь диван и видеоблогер однако мне приятно что ко мне предъявляют критику отнюдь ну не того уровня какого-то более высокого это намного лучше на самом деле каких-то комплиментов и конечно надо различать критику на тех людей которые просто выкидывают слово говно но потому что она всегда из них льется вечно и хоть чуть-чуть им полегче станет хоть чуть-чуть они сбросил балласта и когда человек пишет реально твоих недостатках о том что можно было бы поправить и реально сделать а в итоге желает удачи ну это критика возможно даже больше мне там где-то по большим пунктам меня расписывает все мои недостатки но вот это вот критика называется ну адекватная и нельзя равнять вот этого человека и вот этого человека ну и напоследок в защиту компании digitech мне там написали что вы процессор говно сам по себе и очень плохо в эмуляции я повторюсь я использовал только примочку никакой эмуляции кабинетов не эквалайзер не после обработок не компрессор не сустейнер ничего вообще и при этом в конце было довольно таки похоже на маршал говно а кто скажет что маршал говно 2 плюс плохая примочка одна из ведущих компаний по гитарному саунду решила сделать педали и по итогу решила назвать ее в честь своего основателя создатели говно по моему губернатор переводится этого фамилии было ну могу ошибаться но по моему было так это значит что педаль получилось как минимум неплохая да и если этот процессор при буквально минутной настройки смог воссоздать похожий звук для большинства не шарящих в гитарах sound то в песне думаю вообще мало кто разберет однако для души и для самого себя а это главное мы конечно слышим всю разницу всем пока до новых выпусков ну рок